МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона вам расскажу я, Ольга Алексеева, и корреспонденты национального телевидения Чувашии. Смотрите сегодня. В едином строю. Органы внутренних дел Чувашии отмечают 100-летие со дня создания. Государственная поддержка. В республике продолжаются выплаты семьям, имеющим детей. Современный концертный зал. Реконструкция филармонии завершится в этом году. О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, говорили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Выплаты семьям в условиях распространения коронавируса начали поступать с апреля 2020 года. Принято было почти 183 тысячи заявлений. Через Пенсионный фонд Республики перечислено около 5 миллиардов рублей. Территориальные органы Пенсионного фонда рассмотрено 45 700 заявлений на осуществление ежемесячного выплаты в размере 5 тысяч рублей. С семьей с детьми до трех лет. По 37 300 семьям вынесли решение на общую сумму поддержки 570 миллионов рублей. В том числе, имеющим право на материнский капитал, получили 415 миллионов 400 рублей. В целом, конечно, компания прошла это успешно. На единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в возрасте от 3 до 16 лет на ней рассмотрено 130 200 заявлений, из которых 133 десятых заявлений удовлетворены. Проблема возникла с рассмотрением заявлений на ежемесячную выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет, где среднедушевой доход за 2019 год не превышает величину прожиточного минимума, за второй квартал того же года. За ней обратились более 30 тысяч жителей региона. Более 7 тысяч получили. 15% семей отказали из-за превышения допустимых доходов. Остальные ждут решения. Сумма ежемесячной выплаты составляет 4770 рублей. Есть такие моменты, когда информация, запрошенная в порядке межведа, поступает не всегда своевременно, не всегда в полном объеме. Здесь есть технические моменты, которые на сегодняшний день мы отрабатываем, чтобы максимально скоро их разрешить. Стандартный срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней. В отдельных случаях мы вынуждены, в соответствии с законодательством, оно позволяет продлевать рассмотрение еще на 10 рабочих дней. Поэтому здесь, конечно, иногда у граждан возникают вопросы по срокам рассмотрения заявлений. Проблемы надо решать в условии на порядке. Если возникают какие-то проблемы, тогда это дополнительно взаимодействовать с коллегами, с тем, чтобы максимально сокращать сроки его. Прием обращений по выплатам продолжается. Заявление можно подать через портал госуслуг, МФЦ и в органы социальной защиты по месту жительства. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. 5454 заболевших коронавирусом. Из них 3029 человек выздоровели, 40 умерли. Ситуацию с распространением инфекции тоже обсудили на совещании в Рио-главы Чувашии с правительством республики. Один из очагов инфекции COVID-19 на днях локализовали на одном из промышленных предприятий региона. В Рио-главы республики Олег Николаев отметил, что переход на следующий этап послабления сейчас невозможен. По-прежнему под запретом доступ фитнес-центры, музеи, театры, столовые, рестораны. Ограничено посещение мест для массового отдыха, в том числе и пляжей республики. Режим ношения масок также никто не отменял. Требую, чтобы очень внимательно отнеслись главы администрации, руководители органов фископониментной власти. Еще раз прошу провести соответствующие мероприятия по информированию хозяйствующих субъектов, тех предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность или иную деятельность в связи с предоставлением различного рода необходимых услуг населению, что осуществление мер безопасности является неотъемлемой составляющей нашей повседневной деятельности. Город-спутник может стать территорией опережающего развития. Реализацию комплексной программы Чувашской республики на 2020-2025 годы в разрезе самого молодого города-региона обсудили в режиме видеоконференц-связи. Самый молодой и перспективный Новочебоксарск имеет колоссальные шансы для развития. Напомним, Чуваша в этом году подала заявку на создание в городе спутника экономической зоны с особыми льготными условиями. Сейчас документ на рассмотрение Минэкономразвития России. Что же подразумевает под собой этот юридический статус? Это, во-первых, и, наверное, это основное, преференции для резидентов, налоговые льготы. Льготы по налогу на прибыль 5% в первые 5 лет, 12% в вторые 5 лет, обнуление налога на имущество и земельного налога. И очень комфортные ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды. Территория, опережающая социально-экономическое развитие, это более 1 тысячи новых рабочих мест и не менее 10 миллиардов рублей инвестиций для реализации новых проектов. Потенциально резиденты уже заключили соглашение. В этом реестре 16 организаций. Фонд готов за собой взять введение единого реестра резидентов, которые заявляются. Мы уже начали эту работу. Резиденты, которые заявились по экотехнопарку, мы с каждым из них даем свой опросник, собираем всю информацию, потребность в инфраструктуре, объем инвестиций. И, соответственно, мы тут же предлагаем им все те меры поддержки, финансовые и не финансовые, которые есть в распоряжении фонда и других институтов поддержки. Всего в пятилетнюю комплексную программу развития города вошли 17 проектов инфраструктурной направленности и 12 коммерческих проектов. В ходе совещаний поступили новые предложения. Так, глава администрации города Ольга Чепрасова выступила с предложением включить комплексную программу развития и реконструкции электросетевого хозяйства в лагере «Звездочка», ремонт водоочистных сооружений, тепловых сетей и модернизацию оборудования береговой насосной станции. В городе есть два крупных земельных участка, представляющих собой инвестиционные площадки площадью 120 и 180 гектаров, соответственно, которые мы предлагаем потенциальным инвесторам. В случае проведения к этим участкам инженерной и коммунальной инфраструктуры и включения создания на территории города территории, обережающей социально-экономическое развитие, привлекательность этих земельных участков, безусловно, возрастет. В следующем году, наконец, заработает кордодром. Там будут заниматься ребята-авиамоделисты. Средства в размере 290 тысяч выделило предприятие «Росгидро». В Рио главы держат этот вопрос под контролем. В ходе обсуждения было высказано достаточно много новых вещей, которые не были обозначены в программе, прежде всего, в области жилищного строительства и строительства инфраструктурных объектов и социальных объектов в новом микрорайоне, жилом микрорайоне. И все это, конечно же, будет учтено. И программа наполнится совершенно новыми подходами, которые, с одной стороны, обогатят программу развития города Новочебоксарска, с другой стороны, создадут новые возможности для развития бизнеса и, конечно же, направление изменения условий жизни в нашем городе-спутнике. Именно комплексная работа станет драйвером развития Новочебоксарска. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. Сегодня обсудили итоги и перспективы социально-экономического развития Мариинско-Пасадского района. В Рио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что у муниципалитета большие возможности, но необходимы новые проекты и идеи для роста. Подробнее об этом мы расскажем завтра в программе «Республика». В Чувашии продолжается реализация программы «Сельская ипотека». Напомним, федеральный проект предусматривает выдачу кредитов по льготной ставке 3% годовых. В нашей республике она снижена дополнительно. По предложению временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, ставка по сельской ипотеке в некоторых случаях может быть 2-1,5%. Минимальная для многодетных семей, живущих в сельской местности, всего 0,1%. Разницу субсидируют из бюджета республики. На сегодняшний день в республике уже 203 семьи получили кредит на общую сумму 297 миллионов рублей. Помимо этого, Российскому банку на сегодня принято около 400 заявок от граждан на выдачу кредита на сумму почти 800 миллионов рублей. В связи с высокой востребованностью по всем регионам льготной сельской ипотеки средства федерального бюджета на выдачу кредитов были исчерпаны и некоторое время банкам кредиты не выдавались. Сегодня среди регионов лимиты перераспределены и появилась возможность дополнительно профинансировать кредиты. В настоящее время прием заявок на получение льготной сельской ипотеки продолжается. На государственную поддержку для улучшения жилищных условий по программе «Сельская ипотека» могут претендовать многодетные жители села, работники агропромышленного комплекса и социальной сферы, граждане, изъявившие желание переехать в сельскую местность и трудиться здесь. Подробная информация есть на сайте Минсельхоза Чувашия. МВД Чувашия отмечает 100-летие. К этой дате в ведомственном музее открыли новый зал, посвященный Великой Отечественной войне. Вот этот пулемет 44-го года выпуска, он стоит на бруствере. Оригинальность его подтверждена, поэтому он так гармонично вписался в нашу экспозицию. Среди подлинных экспонатов и карта Берлина на немецком языке. В музее МВД задались целью показать будни рядового красноармейца и передать дух времени Великой Отечественной. А вот о буднях стражей порядка разных десятилетий рассказывают основные экспозиции музея МВД. Какие были они первые милиционеры? Вот, глядя на эти фотографии, вы видите, что есть милиционеры пешие, есть милиционеры конные. То есть это был основной костяк, рабочий костяк. Сто лет назад была образована Чувашская автономия, и Революционный комитет начал формировать органы власти и управления. В их числе начали собирать областную рабоче-крестьянскую милицию. Так, официальным днем образования милиции Чувашии стало 6 июля 1920 года. В день 100-летия отличившимся сотрудникам вручили медали и ордены за заслуги перед Чувашской республикой и другие ведомственные награды. Высокий класс пожароопасности ожидается в Чувашии. Синоптики прогнозируют жаркую погоду. Это значит, доступ в леса запрещен. Под запретом разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах. Штрафы для нарушителей требований пожарной безопасности в этот период увеличиваются вдвое. Для граждан до 4 тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч, а юридических лиц могут наказать до 400 тысяч рублей. При значительном ущербе, причиненном пожаром, виновнику грозит уголовная ответственность. Сегодня за подобные нарушения к административной ответственности привлечены 129 человек. Для повышения качества капитального строительства и усиления контроля в этой сфере функции государственного заказчика будут переданы республиканской службе единого заказчика Минстроя Чувашии. Это решение обсудили сегодня на совещании с членами правительства республики. Будем исходить из принципа. Учителя должны учить, врачи лечить, а строители строить. Отметил Олег Николаев. Контроль за качеством, выполняемых проектных и строительных работ, прерогатива специалистов. Передача полномочий в одни руки позволит усилить взаимодействие всех ведомств структур, участвующих в процессе строительства. Кроме того, единая служба заказчика поможет организовать комплексный подход к застройке, развитию и благоустройству территорий. Если мы начинаем строительство вот такого рода объекта, значит мы должны посмотреть, какие программы еще там действуют на территории этого муниципального образования. По комфортной городской среде, по благоустройству дворов и так далее. И понятно, мы с вами должны создавать вот такие зоны, которые в итоге выглядят очень комфортно, качественно. Создать республиканскую службу единого заказчика планируют к началу 2021 года. Предполагается, что в первую очередь ей будут переданы объекты, строительство которых ведется в рамках национальных проектов. В Чувашской государственной филармонии уже третий год идет реконструкция. Средства из федерального и республиканского бюджетов выделены в полном объеме. Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, работы планируют завершить к концу октября этого года. План мероприятий к столетию Чувашской автономии включает множество разнообразных позиций. И если массовые мероприятия пришлось перенести из-за пандемии, то строительство и реконструкция объектов идут полным ходом. В Чувашской государственной филармонии уже завершается благоустройство территории. Выполнено озеленение, клумбы, уложены твердые покрытия, дорожки, тротуары. Внешняя работа практически завершается. То есть на финальной стадии у нас остается, получается, остекление фасада, клоннады, облицовка люкобондом и панелями. Вот. Внутренние работы также находятся на стадии завершения. Отделочной работы завершается укладка керамогранитного покрытия пола, окраска стен внутри здания, отделка в целом остальных служебных помещений. Впереди очень ответственная часть проекта. Монтаж технологического оборудования, установка сценической аппаратуры. На самом деле, по самым современным требованиям, это будет концертный зал, один из лучших в республике. Я думаю, что будет настоящий центр музыкальной культуры Чувашской республики, где будет звучать от классической музыки до самой современной, до мюзиклов и фольклор, то есть на все вкусы. На территории филармонии появится и стоянка на 100 мест. Это значит, что на концерты смогут приезжать не только горожане, но и жители районов. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Культура». Работы, как и планировалось, завершатся к концу октября этого года. Тхаквандисты республики запустили два спортивных онлайн-марафона к столетнему юбилею Чувашской автономии «Сделай 100» и в преддверии 60-летия Новочебоксарска «Челлендж «Сделай 60». Участниками марафона могут стать представители любого вида спорта, а также любители активного образа жизни всех возрастных групп. Для этого нужно записать видеоролик. Это могут быть 100 или 60 приседаний, подтягиваний, прыжков и любых других спортивных упражнений. Запись нужно выложить в соцсетях с хэштегом «Сделай 100» или «Сделай 60». По данным Минспорта республики, результаты интерактивных состязаний подведут 20 июля и 20 августа. Победители получат ценные призы. Это главные новости к этому часу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok